Музыка Над исторической частью Харькова возвышается массивное железобетонное здание государственной промышленности. Его возводили в конце 20-х, когда в этом городе была столица советской Украины. Большие витражи, футуристические переходы на уровне шестого этажа, монолитное строение должно было стать символом новой большевистской Украины и витриной индустриализации. Эти уникальные кадры строительства «Газпрома» чудом пережили войну и хранятся в архиве местного телеканала. В современную высотку в модном тогда стиле конструктивизм начинают возводить без кранов, вручную, как транспорт используют даже лошадей. К годовщине Октябрьской революции в Харькове появляются десятки новых зданий, дом проектов, ЦУМ, дворец железнодорожников, завершают «Газпром» и тракторный завод. А еще обустраивают крупнейшую в Европе площадь в честь Дзержинского. Идеальное место для массовых демонстраций. На трибуне украинский староста Григорий Иванович Петровский. Это руководители коммунистической Украины. Григорий Петровский и Станислав Кассиор подбадривают рабочий класс. Здравствуйте! Строительство социализма в нашей стране! Ура! Ура! Ему 93, и он своими глазами видел, как возводили Харьковскую витрину индустриализации. Да, классно. Это же первое большое здание в Советском Союзе. Высотное такое здание. Преподаватель Харьковской инженерно-педагогической академии Игорь Малецкий вспоминает, в 30-е новые небоскребы восхищали горожан. Однако больше харьковчан впечатляло то, что было спрятано за современными фасадами и красными знаменами демонстраций. Выступали Кассиор, Постышев, потом еще Петровский с бородкой, стройка коммунизма и так далее. В нашей стране, там, ну, короче, речи такие зажигательные. Ну, и все кричали «Ура!», как обычно. А там, рядом, люди подыхали с голоду. Можно было сюда зайти, и тут был ход. На этой улице, в старой части Харькова, он жил холодной зимой 32-33-го. Вот от оборотов всегда мертвецы лежали. Трупов хватало по Харькову. И милиция же приезжала, подбирала этих полуживых и вывозили за город туда. Горожанам, которые трудились на заводах, выдавали пайки по карточкам. Мертвые люди на улицах – это сельские жители, которых столичный Харьков гнал голод. Можно его назвать просто «Голодомор», потому что брехня, что не было, урожай был хороший. Отбирали, поотбирали, вытаскивали, вытрушивались в последние. Но это же мне бабушка сказала, то где же ходили, паразиты, в глечике, фасолька там трошки, высыпались. Фотодоказательства голода в большевистском Харькове хранятся за 2000 километров от Украины, в Англии. Самара Пирс – правнучка австрийского инженера Александра Венербергера, который в 30-е жил и работал в Харькове. И тайком фотографировал уличные сцены. Вот на эту камеру. Когда Алекс брался за камеру, он присоединял сверху специальный прибор, чтобы просто опустить глаза и фотографировать вот так, снизу. Поэтому ему не нужно было подносить камеру к лицу. Он понимал, что делать это надо до какой-то степени скрыто, потому что люди тогда доносили друг на друга. Самара листает альбом с фотографиями Харькова 30-х. Голодная толпа под магазином Харторг, на тротуарах мертвые люди. Эти фото стали частью истории ее семьи. Рассказами прадеда про голод с ней делилась бабушка. А часть воспоминаний Александр Венербергер успел описать в собственной книге. Этот человек, которого он фотографирует крупным планом, привлекает внимание. На него смотрят люди. Этот мужчина – одна из первых смертей. Дедушка обращает внимание на то, как на него смотрит толпа. С интересом. На земле человек. В своей книге он отмечает, что сначала вокруг каждого тела собирается толпа. А через несколько месяцев уже никто даже не смотрит себе под ноги. Венербергер, как иностранный специалист, которого пригласили работать в Советский Союз, был близок к властным кругам. Инженер замечает разительное отличие в обеспечении чиновников и простых горожан. Около 30 шокирующих фотографий с последствиями голода в Харькове в Европе все-таки опубликуют. Однако уже после 1933 года, когда инженер покинет СССР. Он знал, что не может сохранить жизни этих людей. Но все-таки понимал, что людям вокруг него намного хуже, чем ему. Его ранило отношение к украинцам, которые он наблюдал каждый день. Дедушка вспоминает, что этот голод был искусственным. Люди тогда стояли на коленях и молили о помощи. Идеологически он стал антисталинистом. Он полюбил украинский народ. Он свободно говорил по-русски с украинцами. Он очень их уважал. Лично я ощущаю себя украинкой. Для меня это все очень эмоционально. Больно, когда вижу, что для людей в Англии это чужая история. Им в школе об этом не рассказывают. Для них это как сказка. А я чувствую привязанность к этой истории даже больше, чем к историям Первой мировой, Второй мировой. И даже больше, чем к истории собственной семьи. За десятки километров от большевистского Харькова, в селах и городках, куда не доезжали иностранцы с фотокамерами, память о голоде 30-х хранят огороды. В семье Тамары Мирошниченко из новой водолаги Голодомор не пережили трое близких. Умерли трое, и мамка их тут хоронила. Два брата и сестричка. Наши, наши. Простите нас за то, что мы тут теперь огород садим. Много кто тогда хоронил дома. И у соседки тоже такое было. Однако это не самое страшное воспоминание женщины. В 1933 году у нас пошел брат на конюшню к отцу. И как ушел, так и не нашли. Бог знает, где он. Тогда такое случалось, что и детей ели. Картошку, свеклу, капусту, соленая капуста. В бочке. С бочкой. Когда забирай, садить же нужно. Нужно посадить, чтобы никто не забрать. Она заходит. А кто у вас здесь помер? Там до одной ночи женщина сама лежит. Опухшая, я понимаю. Так, говорит, давай ее сейчас заберем. Что у нас все равно помер. Завтра за ней еще ехать нужно будет. И сегодня она просит, что я же еще живу, я жить хочу. Я вновь, я... Скинули с вода. Как станут землею закопываться, то я мала не ходила на кладбище. А люди таки уже дорослые ходили. Казали, земля ворушилась, как закриют всю землю. Когда было изъято продовольствие у крестьян, им еще и запретили выезжать, искать его в других местах. Купить, обменять или заработать это продовольствие. Это для меня место святое, потому что здесь лежат жертвы Голодомора, в том числе и мои близкие родственники, в частности, моя бабушка. Купить, обменять или заработать это. Купить, обменять или заработать это. Они умирали. Причем в города их тоже не пускали, старались не пускать. Там стояли заградительные отряды, которые ссаживали этих умирающих, голодающих поездок. И некоторые умирали прямо на вокзалах или на подъездных путях к Харькову, Киеву. В разгар массового голода советская власть раскручивает маховик пропаганды. В киевском архиве прессы хранятся газеты 30-х годов. На страницах харьковского пролетария пишут про социалистические достижения большевиков. Пресса советской Украины печатает статьи про голод и беды, но в Лондоне. На улицах британских городов толпы безработных, утверждают журналисты. В Бельгии страйки горняков. На улицах 140 тысяч человек. Серьезные проблемы и у американского Детройта. Это город безработицы. Харьковский пролетарий пророчит крах доллара. А в это время Советский Союз от победы к победе шагает в светлое будущее. Каким-то чудом на странице пропагандистской газеты попадает один эпизод из жизни крестьян. Вот письмо в редакцию. Мужчина жалуется. Хоть и выполнил план по мясозаготовке, сельсовет все равно отобрал у него весь код. Просит вернуть хотя бы корову. Однако заметка теряется в водовороте других репортажей. Планы по хлебозаготовке выполняются только на 20%. И это позорная цифра. Зерно есть, но крестьяне его не ссыпают. Нужно ввести налоги для кулаков, потому что кулаки крадут хлеб. И за это их нужно судить. То, к чему призывали большевики в столичном Харькове, активно внедряли в селах. Уникальные доказательства репрессий в отношении крестьян. Хранятся на Донбассе, в музее города Покровска. Местный фотограф Марко Залезняк заснял раскулачивание крестьян на камеру. Фотографировать аресты имущества его просили местные милиционеры. Это сотрудники НКВД позируют с мешками зерна. Догоняют план хлебозаготовки. А эту женщину с дочерью раскулачили. Воз с пожитками все, что им оставили. Это тоже раскулаченная семья на руинах собственного дома. А это уже весна 33-го. Крестьянам разрешили забрать с поля остатки мерзлого картофеля, который осенью остался в земле. Сотрудница музея Марина Корниенко изучает дневники Марка Залезняка. В них он детально описывает все, что происходит на его снимках. Эти документы стали ключом к пониманию запечатленных сцен. Важно, что он не просто фотографировал, но и очень подробно описывал эти события в дневниках. Например, когда раскулачивали Алексея дубину, то забрали у него целый амбар. Поставили его на шесть саней и повезли в колхоз страносоветов. И по дороге этот амбар развалился. Кто же теперь признается, что это планомерно уничтожали народ? Это же очень тяжелое обвинение. Поле, на котором весной 33-го крестьяне собирали мерзлый картофель, неподалеку от хутора Романовского, где жил Марко Залезняк. Поселения стали покидать люди в разгар индустриализации. Вот это все, что осталось от хутора Романовского. Старые люди умирали, а молодые уходили туда, ближе к райцентру, в удачный. Там шахту открыли. Здесь похоронен Марко Никитович Залезняк, мой дедушка. Воспитывал меня. Николай Свечкар, внук Марка Залезняка, показывает место, где был старый хутор. Вот остатки дома. И сад, который высаживал знаменитый фотограф. Тут был зал, там спальня была, прихожая, коридорчик. Тут погреб был, вон яма осталась. Деревья, которые дедушка сажал. А вон черепица, которой дом был покрыт. А если черепица, то ты считался чуть ли не куркулем, кулаком по-русски. Где ты взял черепицу, понимаете? Недовольство высказывали, если дом под черепицей был. Паркоза Лезняк оставил внукам несколько чемоданов с фотографиями и негативами. Ну вот смотрите, семейка наша. Три сына, дочь и дедушка с бабушкой. Нас 17 внуков, представьте себе. Среди семейных фотографий находим снимок, сделанный до голода 30-х. Крестьянам еще не запретили торговать. Залезняк сфотографировал рыбаков, которые привезли на базар целый воз улова. Крестьяне вывозили рыбу на рынок продавать. Улов неплохой. Целая бричка, рыба в корзине и сом вон какой лежит. Ну, это еще до голода 33-го, этот снимок. Я уже такого не застал. Николай Свичкар вспоминает, дедушка не поддерживал советскую власть. Но ради безопасности своей семьи недовольство публично не проявлял. Это искусственно было сделано, этот голод. Дедушка так говорил. Урожай хороший был. Недоволен был дедушка той властью. Бабушке как-то говорит, купи мне портрет Сталина. Понимаете? Тут детям что-то прикупить бы, а он портрет. Ну, бабушка не стала противоречить, купила ему какой-то портрет. Дедушка сидел, как-то шил, довела его-то власть, и он берет ботинок и по морде Сталину. Ну, вы представляете? Побил Сталину морду. За это загребли бы, и разговоров нет. Про репрессии и голод в советской Украине политики в Европе знали. Архив СБУ публикует рассекреченные документы западных дипломатов, которые в 30-х работали в консульствах в столичном Харькове и других украинских городах. Документы из Одессы, из немецкого консульства. И тут, собственно, пишут о том, что происходит в Украине. Вот в последнем абзаце. Причины катастрофы очевидны. В то время, как в Украине под властью советов люди гибли от голода, большевики экспортировали хлеб за границу. В этом хранилище архивариусы нашли докладные сотрудников советских спецслужб, которые шпионили за иностранными дип-учреждениями и копировали официальные письма. Были тогда консульства в Харькове, Одессе и Киеве. Собственно, то, что хранится у нас в архиве КГБ, доказывает, что на Западе знали о том, что происходит в советской Украине. В первую очередь, это письма немецкого консульства, также французского, польского и даже японского. Были попытки организовать компании помощи голодающим. Яркий пример – это немецкая помощь немецким крестьянам, которые жили на юге Украины. Но Советский Союз от помощи отказался. Хотя консульство и слали тревожные депеши про голод на территории Украины, официальных заявлений из европейских столиц так и не прозвучало. В книге «Письма из Харькова» римский историк Андреа Грациози собрал письма итальянского консула Серджио Градениго. В 30-е дипломата возмущало молчание мировых лидеров. Он одним из первых назвал голод в Украине умышленным уничтожением населения. На эти письма Андреа Грациози наткнулся случайно, листая правительственные архивы в Риме. Итальянские дипломаты, как выяснил историк, чуть ли не каждую неделю отправляли письма с отчетами о ситуации в Украине. Все эти документы персонально читал Муссолини, потому что они были помечены специальным синим карандашом. Но он решил, что в интересах Италии иметь хорошее отношение с СССР. Если бы вы взяли популярные тогда газеты Италии, они были бы в восторге от Советского Союза. Мир молчал, так как время было непростым, рассказывает историк. Соединенные Штаты искали союзников среди таких же мощных в военном плане государств, как и нацистская Германия. Поэтому Вашингтон в 30-х в разгар голода официально признает СССР и способствует его присоединению к Лиге наций. Пока Берлин и Москва наращивали военную мощь и политический вес, остальная Европа накануне Второй мировой затаила дыхание. В Германии было принято решение публично не спорить с Советским Союзом. А Пилсудский в Польше, который, конечно же, все знал, в 32-м году решил, что Москва побеждает и нет смысла дальше поддерживать Украину. Профессор Гарвардского университета Сергей Плохий говорит, сейчас историки за пределами Украины все чаще дискутируют о молчаливой позиции Запада в 30-е годы. А два десятка американских штатов уже признали голодомор геноцидом. И эта позиция в мире становится все популярнее. Соединенные Штаты как раз признают Советский Союз в 33-м году. Вопрос в том, что голод происходил параллельно со сворачиванием украинизации. Также происходила атака на местные украинские коммунистические кадры. А это по Лемкину является доказательством того, что происходил геноцид. Это не просто был голод. Такой подход становится все распространенней не только в украинской историографии, но и за ее пределами. Я не знала, что он американец. Мы встретились тут в доме писателя. Он просто шел, а я подумала, о, это идет мой муж. Ее супруг одним из первых на весь мир подал доказательства советских преступлений против украинцев и пристыдил страны Запада за молчание. Наталья Дзюбенко-Мейс супруга американца Джеймса Мейса, который в 80-е издал трехтомник с рассказами тех, кто пережил голодомор. Он собирал их среди эмигрантов в Америке, Канаде и Австралии, а в 90-е и в Украине. Украина до голодомора и Украина после него это две разные субстанции. Это касается вас, меня, наших детей. Это будет еще долго нас всех касаться. Все наши болячки, все наши проблемы, все наши искажения, все наши патологии, они все укоренились там в 32-33 годах. Когда было вообще уничтожено понятие морали, жалости, элементарной жалости человеческой. Потому что я не представляю, кем надо быть, чтобы смотреть на этот загибающийся народ и в то же время держать ключи от амбара. А такие же случаи есть? Джеймс Мейс всего два года не дожил до признания украинским парламентом голодомора геноцидом. Наталья продолжает публиковать материалы своего супруга, потому что убеждена, уроки 30-х не усвоили до сих пор. Это был удар по психике, морали, по традициям, в том числе по политическим традициям. Теперь самый большой соблазн – это власть. Власть как самоцель. Вы знаете, мир жестокий, он не милосердный, он не любит людей, которые у него чего-то просят. Мир любит сильных, а еще мы не умеем друг друга слышать, мы не умеем договариваться. Это прямое следствие. Нам в этом мире надо быстро учиться. Учиться на чужих ошибках, но и на своих тоже. Люди стали какие-то черствые. Нельзя было даже рассказывать о голоде каком-то. Потому что говорили, что у стен есть уши. Но было и сопротивление. И не только в нашем селе. Люди взбунтовались, поставили главу колхоза к стене, поставили вилы, не шевелись. Но это было спонтанное, неорганизованное, хаотичное сопротивление. Или пан, или пропал. Дважды не умирать. В начале голодомора экспорт украинского зерна увеличился до максимума. Западные журналисты писали о характере голода и геноциде. Украинцы уничтожались на глазах у всего мира. Но мир ничего не делал, чтобы помочь им. 7 миллионов человек были заморены голодом насмерть за период всего лишь одного года. Человечество еще не видело более эффективной программы уничтожения людей, кроме как в Украине 1932-33 год. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok